Привет, друзья! С вами Инна. Сегодня мы с вами гуляем в парке. Хочу вам сказать буквально чуть-чуть предыстории. В общем, у нас начался сезон дождей. Погода совсем не лётная. И вот вчера случилась кульминация, шторм, по-моему, на четырёхбальный, не помню. В общем-то, был какой-то кошмар. Попадало много деревьев, особенно много попадало на припаркованные машины, очень сочувствую. И сегодня, слава богу, тихо, хотя и пасмурно, но спокойно, поэтому я решила выскочить и записать для вас видео. Понадоедать людям, которые гуляют в парке. Сейчас пойду, буду надоедать белкам. Ребята, сегодня мы с вами говорим о плюсах жизни в наших странах по сравнению с жизнью США. И эта тема для меня, на самом деле, не сильно желанная, потому что я не люблю прямые сравнения. Я считаю, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Мы с вами тем и занимаемся на этом канале, что обсуждаем плюсы и минусы США. Но недавно кто-то из вас посоветовал мне сделать видео с плюсами в наших странах. И, если честно, когда я задумалась о контенте для этого видео, я столкнулась с некоторыми сложностями в том плане, что любые плюсы – это минусы, любые минусы – это плюсы, в принципе, объективно. То есть, если мы говорим в порядке страны, для одного человека плюсы внутри одной страны могут быть минусами, а для другого человека минусы могут быть плюсами и так далее. В общем, я не хочу разводить демагогию какую-то. Я надеюсь, вы меня понимаете. Я хочу сказать заранее, что это какие-то мои наблюдения, моё личное мнение. Я не претендую на то, что моё мнение единственное, корректное и так далее. И, конечно же, я жду комментариев с вашим мнением под этим видео. И если я забыла о каких-то больших плюсах в наших странах, пожалуйста, сообщите об этом в комментариях. Если там их накопится много, я сниму второе видео на эту тему. В общем-то, хватит разлагольствовать. Давайте начнём. Так, давайте будем стартовать с каких-то очень очевидных вещей. Своя страна, есть своя страна. И даже если кому-то внутри своей страны живётся не сладко, хотя очень многим живётся очень даже сладко, всё равно, по крайней мере, здесь и сейчас, мы не говорим про какую-то длительную перспективу, это легче, чем жить в других каких-то странах. Потому что у вас своя прошивка, вы уже как бы с молоком матери впитали, какие здесь правила, какие социальные нормы, что можно, как, что работает. Вы же не задумываетесь о том, боже мой, как заплатить за проезд в троллейбусе. Вы сели и поехали, да? Поверьте, таких мелочей очень-очень сильно много, когда вы переезжаете в другую страну. В период адаптации многим людям даётся очень тяжело. Поэтому, да, своя страна, есть своя страна. Я рожаю детей, конечно, государство должно мне делать выплаты. Я ухожу в декрет, конечно, государство должно мне этот декрет оплачивать. То есть, да, вы сейчас скажете, никто там в этом декрете 3 года не сидит, всем нужны деньги, или никто там моё место не сохранил после этого декрета, но кому-то и сохранил, и кто-то и сидел 3 года в оплачиваемом декрете. То есть, давайте какие-то примеры. Вот оплачиваемый декрет, здесь таким не пахнет. Выплаты на рождение детей не пахнет. Скорая помощь бесплатная. Вы скажете, да, они там, их не дождёшься, эту скорую помощь, они приезжают без оборудования, они приезжают без лекарств, они сами не знают, что делать, они там мне хамят, и т.д., и т.п. Но по факту эта тема как бы есть. В то время как здесь, если вам плохо, вы сами должны доехать до больницы, а скорая помощь, если даже вы её вызовете, будет стоить очень, очень, очень дорого. Это как бы такая лакжери-услуга, по сути, получается. Потом что? Бесплатная медицина, да, вот понятное дело мы все знаем, что она не совсем бесплатная, да, что это всё происходит на деньги налогоплательщиков, там т.д. Итак, давайте перейдём к вещам менее очевидным. Квартирный вопрос. Квартирный вопрос – моё такое общее впечатление, что у нас в странах нет такого жёсткого налогообложения на вашу недвижимость. И по сути, если вы купили недвижимость, вы, допустим, её выплатили, и как бы всё, да, коммунальные счета, да, за коммунальные счета нужно платить, но объективно коммунальные счета не то чтобы прям какие-то очень дорогие и неподъёмные. И получается, что это огромный плюс, и это по сути свобода для людей, у которых есть своё жильё, которое выражается в том, что вы можете купить своё жильё, можете купить не одно своё жильё, вы можете его сдавать в аренду, там ля-ля-ля-ля, и оно у вас ничего не требует. То есть в наших странах недвижимость – это очень хорошее вложение денег долгосрочное, это хорошие долгосрочные инвестиции. Почему здесь не так? Здесь налог. То есть вы за свой дом, вот у нас ты купил дом, всё, твой дом, а здесь он как бы не твой. Ты за него выплачиваешь налоги. Чем дороже дом, тем больше налог. А дома здесь, я вам часто говорю, где я живу, два с чем-то миллиона, это как бы средний дом может быть. Представьте, какие налоги. Это тысячи и тысячи долларов в год нужно выплачивать только налога за свой дом. И понятное дело, что считать недвижимость хорошей инвестицией сложно, потому что вы её купили, но вам всё равно каждый месяц, каждый год нужно платить за эту недвижимость. У нас, по сути, можно не работать. Допустим, если вам досталась недвижимость от бабушки, как это часто бывает, вам подарили родители, вам подарил ухажёр какую-то квартиру, и всё, оно у вас есть. И вы, по сути, можете не работать. Окей, вы можете поработать три дня в месяц, чтобы оплатить коммунальные счета. Ну, то есть, понятное дело, что никто из адекватных людей не будет не работать. Все мы хотим работать, развиваться и другие потребности закрывать материально. Но если вдруг вы решили, что я не хочу работать, да можете не работать, господи. В то время как здесь такой выбор не стоит. Чтобы жить, иметь крышу над головой, иметь колёса, на которых вы будете ездить, нужно работать. И работать много. Ещё один интересный аспект, по моему мнению, это возможность зарабатывать хорошие деньги, в том плане, для коммерсантов, для бизнесменов, для людей предприимчивых. Мне кажется, что в США какая-то более приятная среда для малого-среднего бизнеса, приятное налогообложение, условия, там и всё такое. Мне кажется, в США в какой-то степени легче стартануть бизнес. Но у меня другой поинт насчёт бизнеса. В наших странах рынок не настолько разогрет, как здесь, здесь на передовой. В наших странах ещё народ не так наелся, в наших странах ещё народ не так много видел. В наших странах народу не то, чтобы много с чем сравнивать приходится. И в наших странах очень-очень сильно любят что-то западное и так далее. То есть у нас, если здесь, чтобы совершить какой-то прорыв, удачный там стартап, запустить крутой продукт, нужно очень-очень сильно постараться и поломать голову, что такое, нужно придумать что-то новое очень часто то у нас по сути если вы так посмотрите на успешные бизнесы продукты очень часто это как бы копия тире адаптация каких-то западных уже успешных продуктов начинает каких-то там самых мелких вещей заканчивая какими-то глобальными вещами когда мы говорим про технологии достаточно их скопировать адаптировать под свою среду и у вас будет успешный бизнес вот возьмем самый обычный там малый бытовой пример вот печет девушка торты на продажу она конечно может печь медовик которые так все 300 лет знают наполеон который так все 300 раз ели а может сделать red velvet cake или она может сделать carrot cake или chocolate chip cookies там и так далее так далее а это здесь это местный наполеон и местный медовик который уже как бы годами и поколениями люди знают и в них нет ничего нового а для нас это вау это что то новые люди бегут они готовы давать свои деньги они готовы тратить пробовать что-то новое то есть по сути в наших странах так так обстоят дела что если вы знаете допустим какой-то заграничный язык и вы можете благодаря интернету онлайн присутствовать общаться с иностранцами или посещать за границу если у вас есть возможность это можете посмотреть просто самые обыкновенные вещи перевести их домой и на этом построить реально что-то успешное и зарабатывать деньги потому что у нас рынок сейчас по крайней мере это позволяет следующий аспект о котором я смогла вспомнить это сортировка мусора сейчас вы скажете да какой же это плюс черт возьми это же минус что на стране мусор не сортируют знаете как приятно на самом деле просто выбрасывать мусор и в одно ведро и даже не думать вообще ни о чем что там с этим мусором дальше будет что будет происходить это как бы вас не касается в наших странах очень часто у многих именно так сейчас все работает и это реально освобождает вам голову очень сильно в то время как у нас у тебя там три ведра ты покупаешь специальные пакеты для одного ведра до куда идет компост ты там с этим ты каждый раз когда там готовишь еду каждый расскажут выбрасываешь ты там все это сортируешь и особенно это вот пластик там стекло и так далее ты должен знать какой пластик можно бросать в этот бинт который который перерабатывается какой пластик нельзя бросать в этот бинт и там отрываешь от от пластиковых упаковок целлофан этот потому что его нужно бросать отдельно там и т.д. и т.п. то есть нам это добавляет некоторых забот как бы в нашей обычной повседневной жизни в то время как наших странах можно просто не париться еще один интересный аспект наверно знают все девочки я своих видео говорю часто это индустрия красоты в наших странах развита невероятно наши страны как бы являются в топе тех стран где эти технологии очень сильно развиты где где качественный сервис где среди населения принято тратить очень много денег на ноготочки и реснички и бровки косметолога губки там и все вот это вот на волоски в то время как здесь на это не так и вообще европе тоже не так сильно обращают внимание и у нас реально хороший сервис по сравнению с другими странами и он достаточно дешевый посреди другими странами конечно все женщины во всех заграницах поголовно жалуются что мне никто тут не предоставляет услуги не дает качество как у нас и это действительно так поддерживаю вот эти за мою дерево видите свалилась это видать вот во вчерашнем шторме произошло мизерные штрафы у нас в странах почему-то приняты совершенно мизерные штрафы то есть очень часто так обстоят дела что предприятию например которая штрафует по каким-то экологическим там нарушениям и так далее им легче заплатить раз какой-то период штраф мизерный чем переделывать свое оборудование переносить свое производство улучшать условия труда для своих сотрудников и что-то им проще заплатить штраф потому что он мизерный элементарно то же самое касается штрафов для автомобилистов да это просто ни о чем что там грубо говоря 250 рублей за там превышение скорости люди которые покупают себе какую-то супер мега гига спортивную тачку чтобы гонять по этим улицам им вот эти ваши штрафы может за один вечер на косарь наездить и ему это ничего не будет стоить а кому-то это может стоить жизни к сожалению поэтому у нас вот эта тема за там за неправильную парковку за вождение в пьяном виде за там что-то у нас вообще для автомобилистов идеальные условия стране по сути если у тебя там есть бабло или у тебя есть связи где-то там в этих структурах ты это делать можешь что угодно тебе как бы ничего не будет в то время как здесь помимо грандиозных штрафов там за какую-то неостановку на стопе в 400 долларов за там проезд на красный свет еще там столько же за в общем-то неправильную парковку то есть и цифры очень большие это очень ощутимо бьет по карману и помимо этого ты еще получаешь поинты то есть сколько там ты поинтов них не вспомню сейчас набрал у тебя забирает права тебе нужно заново идти эти права там получать то есть это все очень за вождение в пьяном виде вообще все очень очень строго очень плохо и поэтому лишний раз люди подумают садиться за за руль пьяным превышать ли скорость там и так далее то есть да здесь все очень жестко в треме как у нас это абсолютная халява и да а как я говорила ранее это может быть минус но для кого-то это очень 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 сильно большой плюс и так самое интересное я припасла напоследок сейчас будет очень странно коррупция коррупция да коррупция есть везде мне кажется штатах коррупция она просто очень крупная и она где-то очень крупных эшелонах в то время как в наших странах коррупция на всех уровнях и очень сильно развита коррупция от самого мелкого там кого-то охранника до самого там невероятно крупного кого-то она на всех уровнях как бы есть и это большой очень минус но это тоже время очень очень сильно большой плюс давайте сейчас разберем почему это плюс даже если мы не говорим о каких-то ультра там богатых людях даже на самом обычном вот уровне самого обычно человека вам что-то надо ну вы там шоколадку подарили тут тысячу рублей как бы сунули и хоп 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 и в дамках то есть какую-то справочку купите вакцинации там раз и сделали куда ты там ребеночка пристроить свою школе там в какой-то садик бац и пристроили да а если бы не было коррупции этой возможности бы у вас не было но давайте коррупция это плохо да ну давайте смотреть правде в глаза очень многим из нас в какой-то мере нужно где-то было какую-то провернуть что-то для себя в личных интересах кому-то нужно было купить экзамен кому-то нужно было купить справочку за медкомиссию заплатить кому-то там чё-то и мы сейчас не можем отрицать что кому-то это очень сильно упростила жизнь как ни круче если у вас есть деньги связи и положение какое-то в обществе то коррупция как бы снимает с вас любые ограничения вы можете делать что угодно хотите купите себе диплом об образовании нифига делать не умеете а устроились какую-то там супер мега должность супер мега компанию работать на супер мега высокую заплату ну потому что у вас там папа ваш да где-то какую-то должность занимает для определенной прослойки населения коррупция это это как бы манна небесная на этом жизнь построена и для кого-то это очень очень большой плюс и как я говорила ранее даже для эверэдж джоу обычного человека это тоже часто часто как ни крути бывает плюс вы мне ребята писали про такой аспект как религия православие что это плюс наших стран я за религию вообще никогда не спорю я только хочу сказать что здесь религия очень сильно развита вот если говорить про сша это очень религиозная страна очень очень религиозная страна и более того здесь как бы разрешены все эти конфессии и вы сами можете завтра начать вот я могу завтра начать свою церковь и все у меня будет хорошо да и здесь конечно же в том числе очень развито православие здесь есть православные церкви русскоговорящие вот там батюшки и службы то есть вы здесь в миграции у вас нет проблем с поиском как бы церкви своей конфессии в общем то все ребята на этом все напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и какие аспекты плюсы в нашей стране я могла пропустить я понимаю что я могла пропустить потому что у меня уже память замыливается так что вы считаете по этому поводу я думаю вы смог согласитесь что плюсы действительно могут быть минусами для многих и минусы мог быть очень большими плюсами опять-таки для многих все зависит от того как удачно задницу свою пристроить по сути в этой жизни вот так что да надеюсь это видео вам понравилось надеюсь вам понравился этот парк мы сами увидимся в следующих видео а пока что пока